МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Весна в полном разгаре. И хоть деньки не столь солнечные, как хотелось бы, не беда. Студия 11 все исправит. Мы приготовили запас телевитаминчика Д с порцией улыбок, знаний и советов. Заглянем в первую часть программы и узнаем краткое ее содержание. Молчать или кричать? В день голоса учимся заботиться о своих связках. Бросайте курить. Курение вредит всему организму, а в особенности органам дыхания. Клиповое мышление – беда или преимущество современного поколения? Глобализация – огромный поток информации. И нам надо уметь в этом потоке быстро ориентироваться. Искусство освобождать. Голландский художник-авангардист вдохновился разгарскими пейзажами. Некоторые работы здесь напрямую вдохновлены ситуациями, которые были у меня в коме. Есть, например, у меня работа, которая называется «Сысало». 16 апреля во всем мире отмечается День голоса. Инициатором праздника стала Американская академия от ларингологии. В России День голоса отмечается с 2006 года. В этот день человечеству следует задуматься о таком даре, как голос. Благодаря ему люди могут общаться и выражать свои эмоции. Мы хотим дать вам пару советов о том, как сберечь свои голосовые связки. Совет первый. Во время беседы дышите правильно. Всегда начинайте речь на выдохе. Если вы будете заканчивать фразу при нехватке воздуха, то связки, компенсируя ее, перенапрягутся. Сила голоса напрямую зависит от работы легких, трахеи и бронхов. Совет второй. Используйте различные модуляции. Если вы хотите добавить яркости в свою речь, то чаще меняйте интонацию. Это придаст ей эмоциональную окраску и выразительность. А вот монотонность не очень хорошо влияет на голос. При однообразном повествовании приходится повышать голос, тем самым напрягая голосовые связки. Совет третий. Исключите раздражение гортани. У гортани нежная, слизистая. На нее губительно воздействует острая, холодная и горячая пища. Также, чтобы защитить свой голос, постарайтесь не подвергать его резким перепадам температуры. Постарайтесь исключить разговоры на влажном воздухе и морозе. Ученые также обнаружили, что при телефонном разговоре голосовые связки перенапрягаются гораздо сильнее, чем в непосредственном общении. Совет четвертый. Бросайте курить. Курение вредит всему организму, а в особенности органам дыхания. Оно в разы повышает вероятность заболевания гортани, служит причиной появления полипов на связках. Это делает голос более хриплым и грубым. Совет пятый. Берегите свой голос во время простуды. Кашель раздражает гортань, а мокрота вызывает воспаление. Постарайтесь снизить нагрузку на голос. Разговаривайте тихо и спокойно, но не шепотом. Лучшим лекарством для голосовых связок станет молчание. На протяжении всей болезни используйте противовоспалительные таблетки и постилки для горла, а также антибактериальный раствор. Совет шестой. Возьмите за правило полоскать горло после пробуждения теплой чистой водой. Это поможет снять налет со слизистой и гортани. Совет седьмой. Это упражнения для голоса. Их на самом деле много. За профессиональными советами можно обратиться к фониатру или фонопеду, специалистам, работающим с голосовым аппаратом. Но можно выбрать в интернете профилактические, полезные каждому. Вот одно из упражнений. Наберите немного воздуха и произнесите протяжный звук «н» или «м». Направьте его в нос, а к пазухам предложите сложенные вместе пальцы рук. Также попробуйте повторить в нос «донна» или «бомма». Вы должны прочувствовать вибрацию в области верхней губы. Донна. Донна. Бомма. Упражнение нужно делать регулярно. Ускорение темпа в жизни и возрастание потока информации порождает необходимость ее отбора. Стремительное развитие интернет-технологии и расширение коммуникативного пространства требуют выработки понятного всем языка образов. На смену информационному голоду прошлых десятилетий пришло инфо-ожирение. Спору нет. Голод – это плохо. Равно, как и бесконтрольное потребление пищи, аналогичное и с поглощением информации. Раньше школьники без труда сидели на уроке 45 минут. Характер обучения чаще всего был линейным, когда одно дополняло другое, постепенно выстраиваясь в единую систему. Теперь внимание ребенка можно удержать всего 15 минут. Определенно, педагогам приходится туго. Тот самый язык образов стал клиповым мышлением. Давайте разбираться, что это такое и так ли опасно это явление. И поможет нам в этом гость нашей студии – психолог Роза Игнатова. Роза, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Что же такое клиповое мышление? Да, хочется рассказать, что такое клиповое мышление, но для этого немножечко такой экскурс в историю. Вообще первый клип появился в 1975 году благодаря группе Квинн, и он даже был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. А как такое научное понятие, это появилось в 1980 году благодаря Элвину Тоффлеру, где он и вводит такое понятие, как клиповое мышление или клиповая культура. На наших российских просторах Федор Иванович Горенок – это первый российский ученый, который стал об этом говорить в начале, где-то в 1990 году. Так что же такое клиповое мышление? Клиповое мышление – это особенность человека воспринимать кратко и образно информацию. То есть не происходит глубокого понимания, что это, не происходит анализа, почему это произошло, а просто идет определенная смена образов. То есть мы с вами знаем, что такое клип – это небольшой отрезок либо газетной статьи, либо какого-то видеоряда. Он просто идет, этот видеоряд, без анализа, что это такое. Вот в этом и заключается. То есть однозначного понятия на данный момент нет, что такое клиповое мышление. Но вот обычными словами это вот что. Клиповое мышление есть, конечно же, как и у любого процесса, свои положительные стороны и отрицательные стороны. Что видят в положительном? Да, вообще почему вот оно произошло? Потому что это вот глобализация, огромный поток информации, и нам надо уметь в этом потоке быстро ориентироваться. И это приспособленческое качество. Да, да. Это адаптация организма и нас, людей, к тому, что происходит в современном мире. Причем это повсюду, по всему миру происходит. Жизнь, наверное, становится быстрее, поэтому нужно упрощать ее как-то. Да, да. И нам надо быть многозадачными. Мы с вами что делаем? И говорим, и где-то что-то смотрим телевизор, и с ребенком делаем домашнее задание. В то же время наши… Да, да. И наши дети и общаются в соцсети, и решают математику, и вам отвечают на ваши вопросы. То есть, да, это все происходит очень быстро, и в этом есть плюс данного явления. Но помимо плюсов есть огромные минусы, которые очень мешают. Если мы будем говорить о школьниках, для того, чтобы школьник стал в будущем востребованным, умным человеком, гражданином, необходимо, чтобы развивалось понятийное мышление. Для того, чтобы это развивалось, необходимо выстроить такую цепочку, да, внимание, восприятие, мышление, память, воображение. То есть, вот эти вот все процессы должны происходить. Что происходит при клиповом мышлении? То есть, это очень сильно сужается, и есть внимание, и кратковременная память. Почему родители говорят, что сейчас дети учили, 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 учили буквально два дня, и они ничего не помнят? Потому что нет долговременной памяти. Ребенок на короткое время сконцентрировался, выдал все и забыл просто-напросто. Потому что, опять-таки, да, у него огромное количество раздражителей, откуда он получает информацию помимо школы. То есть, вот с этим связано. Еще здесь такой момент есть, как появляется бесчувствие, если так можно сказать. То есть, человек, огромное количество, если мы сейчас смотрим телевизор, мы видим там трагедия, здесь трагедия, один ролик сменяется другим, и мы просто не успеваем посочувствовать. То есть, клиповое мышление, оно порождает бесчувствие? Да, да. То есть, мы говорим о том, что сейчас дошкольники стали более такими, как сказать, ну вот нет у них вот этого сопереживания, сочувствия. Это, опять-таки, минус клипового мышления. Оно вот дает вот этот вот толчок. И наша задача, конечно, и как педагогов, и как родителей, да, развивать это понятийное мышление, вот вы сказали, да, пролинейное, для того, чтобы ребенок вот эти вот минусы, да, их можно было компенсировать. Ну как профилактировать клиповое мышление? Да. Получается, что мы можем сделать? Вообще, конечно, есть определенные тренинги, да, занятия, где мы развиваем внимание, потому что у детей с клиповым мышлением у них нарушено внимание. О чем вот вы говорили, да, они, у них что происходит? Они могут быстро переключаться, то есть переключаемость внимания у них быстрая. Они быстро с одного дела, да, переключаются на другое. И почему школьники сейчас не могут 45 минут, для них тяжело высидеть? Потому что они 10 минут только могут собраться. То есть обязательно необходимо чтение. То есть это самый простой, самый действенный способ развивать внимание, ребенка увеличивать, да, время, которое он может сосредоточиться, и чтение. Когда вы читаете литературу, то необходимо, да, во-первых, большие, полновесные тексты, ну, начинать лучше с меньших, и обязательно анализ. Во время анализа вот как раз происходит... То есть поговорить, обговорить, что он понял. Да, да, что понял, что не понял. То есть вот здесь вот понятийное мышление и будет развиваться. И здесь и будет и сочувствие, и сопереживание, и воображение у ребенка будет. Потому что это не готовый клип, который мы видим по телевизору, и за нас уже все решено. Как человек одет, как он говорит, как он выглядит. Когда мы читаем художественную литературу, то мы представляем это, да, мы как бы где-то соглашаемся, где-то соглашаемся. Вот ко взрослому это применимо? Да, да. И то есть наша-то задача какая? Ни в коем случае не отрицать клипового мышления, но и в то же время не забывать про понятийное мышление. Наша задача — развить равновесное мышление, где мы подружим, если так можно, да, это я так образно, да, говорю, где мы подружим клиповое мышление и понятийное. И тогда вырастет взрослый, который будет анализировать, уметь анализировать информацию, делать умозаключения, осуждения, рассуждения. И все это делать быстро. И все это делать быстро, и решать много дел сразу. Это был бы идеальный вариант происходящего. Ну, мы будем стремиться к идеалу и стремиться, чтобы получилось, да, у наших детей. Спасибо большое, что пришли в студию. Вам спасибо. В Национальной галерее Республики Коми открылась выставка «Искусство освобождать голландское ода русским экспрессионистам». Почему именно с Цыктывкара стартует творческий показ работ художника Ричарда Янсена в России? О главных идеях, абстракции мы поговорили перед самым открытием выставки. Ричард, вы впервые в нашей республике. Как впечатление? Я впервые в Республике Коми, второй раз в России, и мне очень здесь все нравится. Это позволило мне уйти от моего привычного мира и быть здесь. Для чего вот эта поездка в нашу республику? Я здесь, естественно, для выставки. А вот Бьерн, он бывал здесь ранее, год назад, во время форума. Было договорено о том, что будет проходить обмен между русскими и голландскими художниками, поэтому я приехал сюда. Те картины, которые представлены на этой выставке, они созданы прямо здесь и, получается, вдохновлены именно Республикой Коми? Да, некоторые работы здесь напрямую вдохновлены ситуациями, которые были у меня в Коми. Есть, например, у меня работа, которая называется «Сысала», есть работа, которая называется «Береза». Тоже «Береза» — это в глобальном понимании такое дерево русское. Почему абстракции? Вообще, в принципе, художник выбирает вот это направление? Это осознанный выбор или это веление какое-то, не знаю, внутренней природы? Почему абстрактная арта? Вы выбирали это самостоятельно или это просто что-то, которое происходит с твоей природой? Сейчас, в времени, это было время, но сейчас это происходит с природой. Вот спустя некоторое время я уже осознаю, что это скорее было по природе. И вообще для меня очень важно ухватить момент. И когда я подхожу к холсту, я еще не совсем понимаю, что я создам. Ну вот, как видите, результат здесь. А бывает, что вы слышите, что это же непонятно что, зачем? Да, это частенько бывает, но, например, если у тебя нет какого-то объекта изображаемого, очень сложно определить, да, что здесь изображено. Помимо обычных названий, таких, казалось бы, обычных, «сысала», есть такие, как «от тебя меня обращает в жар», «что происходит с нами». Вот над названиями отдельная работа? Названия переведенные, да, то есть названия были и на английском, и на русском, и некоторые даже на испанском. Поэтому, да, мы пытались найти максимальные аналогии для того, чтобы перевести понятно для русского человека, что художник имел в виду своим названием. Можно все-таки Ричарда спросить, как он эти названия дает? Обычно, когда закончу картину, сижу, смотрю на нее, и я буквально внутренним чутьем понимаю, как я должен ее назвать. Некоторые, например, картины названы в честь музыкальных произведений. Я, конечно, ожидаю, что придет побольше народа, и надеюсь, что людям в Республике Коми понравится эта выставка. Ну и надеюсь на некие музыкальные сюрпризы, которые нас ждут во время открытия. Мы желаем вам вдохновения и ждем вас вновь у нас в Республике. Я желаю вам много инспирации и приглашаю вас, чтобы вернуться в Республику. Спасибо. Как так получилось, что голландский художник приехал к нам? Как вдруг случилось, что дочный артист пришел сюда? Вы имеете в Коми один из самых впечатленных министров культуры – Сербия. В вашей республике лучший министр культуры – Сергей Емельянов. Я с ним лично знаком. Мы увиделись, и я поддержал его предложения. Я работаю в Музее Мира ЮНЕСКО. Я представляю Музей Мира ЮНЕСКО. Это очень интересно – осуществлять культурный обмен между разными странами. Прежде всего, между Голландией и Россией, в том числе Республикой Коми. Обмениваться знаниями, выставками, коллекциями, обмениваться творцами. Для нас это интересно, чтобы научиться от Коми и вернуться. Студию 11 к абстрактным полотнам не отнести. У нас все четко и структурировано. Первую часть посмотрели, пора приниматься за вторую. Финишная прямая. Заключительная зажигай в студии 11. С девчонки заряженные. Отпущены в свободное плавание. Обещали продолжать. Основы правильного питания. Объясняем с детства. Обязательно покупайте не один вид фруктов, а несколько. Это должны быть и яблоки, и гружи, и цитрусовый виноград. То, что любит ваш ребенок. Здоровый образ жизни, пожалуй, одна из моих любимых тем. Вести его легко и в то же время так непросто. Два месяца назад в рамках студии 11 мы запустили проект «Зажигай», участницами которого стали Наталья и Виолетта, чутко решившие встать на путь стройности. Пора подводить итоги. Именно об этом накануне я говорила с наставницей девушек, тренером Ириной Мельковой. Ирина, вот чуть больше двух месяцев прошло с того момента, когда к проекту «Зажигай» подключились Наталья и Виолетта. Впечатления от проекта ваши как тренера? Ну, результат есть, результат положительный. Девчонки получили от меня много рекомендаций по питанию. Я ставила им индивидуальные планы питания, по которым они питались. Также они получили рекомендации по тренировочному процессу. Мы тренировались с ними и дома, мы тренировались в групповых форматах, также мы тренировались в тренажерном зале. То есть девчонки заряженные, отпущены в свободное плавание, обещали продолжать, придерживаться плана, тренироваться. Я думаю, что к лету они будут в прекрасной форме. Да, это на самом деле только начало пути, ведь здоровый образ жизни надо именно образом жизни сделать, а не разовым каким-то подходом. То есть они на это нацелены, получается. То есть получилось психологически их настроить. Да, получилось, во-первых, настроить психологически, а во-вторых, диета была составлена таким образом, чтобы мы не худели за месяц, грубо говоря, на 10 килограмм, а на постепенное снижение веса. То есть ваша диета, ваш рацион питания должен быть такой, чтобы вы могли всю жизнь потом его придерживаться. И поэтому мы очень постепенно, потихонечку уменьшали калорийность месяц за месяцем. Ну вот то самое вдохновение, которое надо было вложить в голову девчонок, в принципе, если говорить о других клиентах, это сложно сделать? Вот насколько эмоций много тратится на это? Я поняла вопрос. На самом деле сразу видно, когда человек хочет и когда он не хочет. Вот когда сомневается, вот я, может быть, хочу, вот, может быть, не знаю, сомневаются, как-то так, не уверена. А тут говорят прямо, вот хочу, и все. То есть с такими людьми, которые... Замотивированы. Замотивированы, которые хотят сами становиться лучше, может быть, приобрести какую-то фигуру мечты. С ними очень просто. А люди, все-таки, которых нужно немножко пинать, уговаривать, с ними, конечно, тяжело. И, скорее всего, результата не будет. Сначала вы должны настроиться сами. То есть у себя в голове какой-то план наметить, очень сильно захотеть. 50% успеха будет зависеть от вас. И 50% успеха будет зависеть от тренера, который вам поможет, все грамотно распишет, чтобы без вреда для здоровья все это происходило. Когда-то вы сами проходили через вот этот этап похудения, да? То есть формы не устраивали, сейчас, я думаю, совершенно устраивают. Вот удавалось ли хорошо себя мотивировать? Были ли спады какие-то? Может, с какими-то сложностями сами сталкивались? Ну, было, было. Вот буквально недавно, может быть, у меня в ВКонтакте кто-то видел фотографии до и после. Я, работая тренером, немножко тоже располняла. Потому что питание все-таки играет большую роль, ключевую роль. В похудении я немножко расслабилась, чуть-чуть себя запустила. Новая мотивация для меня, как для тренера, была участие в соревнованиях. Сейчас у меня новые цели, новые горизонты. Я участвую в соревнованиях по фитнес-бикини, пробуюсь. Первый раз, для меня все интересно, все ново. Ну, в принципе, не очень сложно. Главное, вот именно внутренне себя настроить, захотеть какой-то задаться целью. Вот для меня цель соревнования такая была. Ну, вот ваш личный пример в стимулировании девчонок как-то срабатывает? Да. То, что я когда-то тоже сама себя не устраивала, сейчас я устраиваю. Вы тоже можете этого достичь. Вот легче так, наверное. Да, у меня, если честно, после каких-то моих откровений, после моих фотографий, я очень долго думала, делиться или нет, но очень много девочек сказали, что я их замотивировала, что они хотят быть, как я. Мне так приятно, вот, что прям пришли на тренировку. Многие, кто давно-давно не ходил, кто забросил. Ира, мы посмотрели твои фотографии, нам стало стыдно, и мы пришли. И не одна девочка, мне так приятно. Ну, если говорить о девочек вне проекта, не наших, в смысле, Наталья Виолетта, а у тех, кто с вами идет в сторону похудения, какие-то, может быть, выдающиеся результаты. Ведь их такая не одна ведь, да, наверняка? Очень много, учитывая то, что я еще провожу онлайн-марафоны, там у нас был потрясающий результат. На первом потоке марафона Жиротоп у нас был результат 6 килограмм минус за 3 недели. Но это все, опять же, зависит от ваших индивидуальных особенностей. Чем выше первоначальный вес, тем легче его терять. Вот, и прям вот первое место такое. Мы, конечно, не на места худеем, худеем для себя, но такое было. Пару вдохновляющих слов тем, кто захочет стать на сторону стройности. Друзья мои, нужно худеть не к лету, не к дню рождения, не к какому-то событию. Нужно поддерживать себя в прекрасной форме круглый год. Вот, занимайтесь, занимайтесь спортом, питайтесь правильно, и будет все хорошо. Будет настроение хорошее, здоровье хорошее, и отличная фигура, отличная форма. Специалисты часто напоминают, что путь к стройности – это не жесткое ограничение питания и непосильная прокачка. Нагрузка должна быть соразмерной и приносить удовольствие. И правильное питание должно стать образом жизни, а не краткострочной диетой. Основы правильного питания закладывают с раннего детства. Что должно входить в рацион малыша, расскажет нутрициолог Евгения Чуракова. Самое главное в детском питании – это его разнообразие. Поэтому родители первое, что должны сделать – разнообразить его. Например, если мы возьмем фрукты, то обязательно покупайте не один вид фруктов, а несколько. Это должны быть и яблоки, и гружи, и цитрусовый виноград – то, что любит ваш ребенок. То же самое и в овощах. Не берите одни овощи, наблюдайте за своим ребенком. Что он любит, когда он любит. Максимально старайтесь разнообразить его рацион. Если мы берем крупы, то это также. Яшневая, обшенная. Не варите одну и ту же геркулесовую кашу каждое утро. Но старайтесь избегать рисовой, белого риса и, например, такой крупы, как манка. Что касается кисломолочной продукции – творог, ряженка, сыворотка. А кисломолочные продукты, включая кефир, они, безусловно, полезны для ребенка. Можно очень их так здорово вплетать в рацион, например, на полдник или на второй ужин. Можно давать чистые продукты, если ребенок с удовольствием ест кефир, скажем, с фруктом. Либо делать запеканки или сырники. Но самое главное, я бы хотела на этом подчеркнуть и заострить внимание всех родителей, самое главное и важное – это вода для детского организма, для его адекватного роста, умственного, физического развития в каждом доме. В каждом саду должны быть кулеры с водой, с чистой питьевой водой, чтобы ребенок каждую минуту мог налить себе стакан воды и выпить, удалить жажду. Что касается белковых продуктов, и мяса, и рыба, конечно же, важны для здоровья малыша. Вы понаблюдайте за своим ребенком, что он любит. Если он больше любит рыбку, пожалуйста, покупайте и готовьте ему рыбку. Если он больше любит мясо, соответственно, пусть будут у вас котлетки, ежики, сосиски из мяса. Но здесь важно не переборщить. Одного белкового приема пищи в день для ребенка вполне хватит для его здоровья и адекватного развития. Уезжая в отпуск, мы не только боимся перелетов и забытых дома вещей. Перед многими встает вопрос, кто же будет следить за моими питомцами, животными и растениями? Кошек и собак, конечно, одних без присмотра не оставить, а вот растения вполне. И вот вам несколько подсказок, как организовать постоянный доступ к ним к живительной влаге. Классический метод. Вам понадобится большая емкость с водой, ваза или обычное ведро, а также несколько хлопчатобумажных веревок или отрезов к ткани. Один кусок ткани или веревки должен свободно доставать до дна сосуда, а другой дотягиваться до горшка с цветком. Осторожно, стараясь не повредить корни растения, вкопайте один из концов в почву на несколько сантиметров и присыпьте землей. Получится своеобразная капиллярная система. Вода будет подниматься из контейнера по веревке и капля за каплей поступать в почву. Это позволит подержать в горшке постоянную влажность, вполне достаточную для комфортной жизнедеятельности растения. Капельная система. Наверняка вы встречали в специальных магазинах красивые колбы из стекла, которые нужно вставить в горшок для того, чтобы обеспечить пассивный полив растений. Такую систему можно смастерить самостоятельно из пластиковой бутылки. Просверлите в ее верхней части несколько узких отверстий швейной иглой или шилом. Все, дело в шляпе. Теперь, уезжая из дома, можно просто полить цветы, как обычно, а затем налить в бутылку достаточное количество воды и быстро ее перевернуть, прикопав отверстие грунтом. Вода будет понемногу просачиваться в землю, увлажняя ее и питая растения, но при этом не подмоют корни. Баня для растений. Заполните раковину, ванну или таз с водой на несколько сантиметров и постелите полотенце либо доски, чтобы избежать случайного травмирования растений. Опустите горшки в воду и просто оставьте их там. Почва сама поднимет жидкость до уровня корней через отверстия в донышке горшков. И те будут получать необходимое количество воды в течение целой недели. Однако, учтите, что солнцелюбимым растениям необходим будет источник ультрафиолета, так что не оставляйте их в темном помещении надолго. Как все-таки быстро летит время. Только недавно поздравляли с Новым годом, а вот уже апрель в полном разгаре. Не успели сказать привет, а уже программа подошла к концу. Зато так же быстро мы с вами увидимся. А на сегодня пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...